Здравствуйте! В эфире ВПРОК. Программа обо всем, что можно купить за деньги. В нашем выпуске. Кто слушает, тот услышит. С момента появления первого магнитофона прошло 102 года. Но до сих пор это изобретение входит в тройку великих достижений 20 века, наряду с телефоном Александра Белла и радио Александра Попова. Интересно, что до 1935 года это устройство в разных странах именовали по-своему. В Дании, на родине изобретателя этого аппарата Вальдемара Паульсина, его называли телеграфоном, в Германии – диалеграфом, а в Америке – текстафоном. Но с появлением первого серийного устройства его стали называть магнитофоном. О характеристиках младшего брата магнитофона музыкального центра – сюжет Андрея Золотарева. Мини-центр мощностью 30 ватт подойдет любителям негромкой музыки. Тем, кто предпочитает устраивать дискотеки на дому, понадобится центр помощнее. Лучше докупить сабвуфер – это отдельный динамик низкочастотный, который воспроизводит именно низкочастотные звуки, ударники, барабаны, как их еще называют. И тогда соседей действительно можно убить этим звуком. Максимальная мощность сабвуфера, она колеблется 150-300 ватт. Впрочем, мощность, обозначенная на упаковке, далеко не всегда соответствует действительности. Зачастую производитель указывает не номинальную, а пиковую мощность устройства. То есть, если, допустим, на центре написано, что он воспроизводит музыку мощностью 1100 ватт, то это, соответственно, неправда. Мощность у этого центра будет намного меньше, чем заявлено на этой наклейке, которая обычно наклеивается на динамике, на колонках. Количество одновременно загружаемых дисков определяется размером CD-чейнджера. Возможны варианты на один, на три или на пять дисков. В музыкальном центре есть система программирования любимых песен. То есть, до прихода гасеи вы можете запрограммировать CD-чейнджер на воспроизведение определенных музыкальных композиций со всех компальных дисков. Соответственно, это займет немного времени. Но это будет очень удобно, потому что будут играть именно те песни, которые вам нужны. Недостаток такого запланированного концерта – длинные паузы между композициями. Даже самый хороший центр слишком долго переходит от одной композиции к другой. Наличие эквалайзера с ручной настройкой позволяет самостоятельно регулировать уровень высоких, средних и низких частот. Главное, чтобы аппаратура была способна запоминать заданные параметры. Иначе после каждого включения придется настраивать все заново. Впрочем, сегодня большинство музыкальных центров снабжены автоматической функцией эквалайзера. Достаточно только нажать на кнопку «Поп», «Рок», «Классика» или «Джаз», чтобы слушать мелодии в рамках определенного музыкального направления. Реклама